Девушки отдыхают Блестящая операция нанесла сильный удар по самолюбию США, инициаторов военной операции против Югославии. Американцам нужен был моральный реванш. Вскоре к русским десантникам из миротворческого контингента обратилось командование 1-й бронетанковой дивизии США. Обратились они с таким интересным предложением. Давайте проведем соревнования ваших артиллеристов на этой системе 2С9, и мы выставим свои М109, 155-мм самоходные гаубицы, и просто постреляем, посмотрим, кто лучше будет стрелять, кто быстрее, кто точнее. 2С9 – это 120-мм самоходное орудие «Нона», разработанное специально для российских десантников. А М109 – американская тяжелая 155-мм артиллерийская установка для сухопутных войск. У командующего ВДВ генерал-полковника Шпака были серьезные сомнения. Машины относились к разным классам. К тому же американская самоходка была оборудована компьютерными системами наведения. Я с уверенностью ему заявил, что товарищ командующий, наверное, надо бояться. Лицом в грязь мы не ударим. Сейчас вы видите уникальные кадры, сделанные во время проведения этих соревнований. Результаты стрельб потрясли американцев. «Нона» уничтожала мишени, прежде чем М109 успевала наводить свое орудие. Название самой легкой самоходной арт-установки «Нона» окутано легендами. По одной из них – это женское имя, по другой – загадочная аббревиатура таинственных слов. На самом деле «Нона» – это девятый музыкальный интервал. Действительно, конструкторам удалось очень гармонично, словно в музыкальном аккорде, совместить в этом орудии потрясающую точность, высочайшую огневую мощь и мобильность. «Нона» – это настоящий артиллерийский универсал, заменивший в войсках сразу три системы – пушку, гаубицу и миномет. И сегодня мы впервые расскажем таинственную историю рождения первой самоходной арт-установки для ВДВ. Снайперский аккорд 27 октября 1965 года в районе южно-вьетнамского города Плейми вступила в бой 1-я аэромобильная дивизия США – прообраз будущих сил быстрого реагирования. От обычных подразделений ее отличало массовое использование вертолетов, как средство переброски и огневой поддержки войск. Против винтокрылых машин стрелковое вооружение вьетнамцев было бессильно. 12 сентября 1965 года. Ханой. Советскому послу в Демократической республике Вьетнам. Совершенно секретно. Совместно с главным военным советником подготовьте список необходимого вооружения и техники, в которых нуждается вьетнамская армия. Советский Союз окажет любую военно-техническую помощь. Председатель военно-промышленной комиссии при ЦК КПСС. В том же году сотруднику ЦНИ «Точмаш» Авениру Новожилову поручили особое задание оборонного отдела ЦК КПСС – срочно создать противоядие американским вертолетам. Работа получила секретный шифр «Холос». Он приступил к задаче создания многоствольного зенитного комплекса, специально разрабатываемого для Вьетнама. Виктора Каракова Новожилов заметил еще во время преддипломной практики и сразу привлек к работе над необычным орудием. Авенир Гаврилович называл его своей технической совестью. Расчетные цифры, за которые я отвечал, не всегда ему нравились. И не всегда нравилось ему, с какой настойчивостью я их отстаиваю. Ну вот отсюда и пошло вот это вот выражение. Два года спустя на одном из полигонов состоялись испытания нового оружия. Казалось, что на плече испытателя оживала легендарная «Катюша». В сторону мишени вылетали сразу семь реактивных снарядов, по мощности превосходивших боеприпасы автоматической зенитной установки «Шилка». Это и есть та самая семиствольная зенитная активно-реактивная система «Колос». До сегодняшнего дня не было известно лишь в узком кругу специалистов. По сути, это эффективное безоткатное орудие. Но несмотря на положительные результаты испытаний, «Колос» не был принят на вооружение. Так случилось, что в конце 60-х были созданы первые переносные зенитные управляемые комплексы «Стрела». Вместе с тем, в процессе работы над «Колосом» группа «Новожилова» получила бесценный опыт, который позже будет реализован в одном из самых удивительных орудий 20-го века. Со второй половины 50-х до середины 60-х годов из-за пристрастий «Хрущева» к реактивной технике разработка орудий в Советском Союзе не велась. В Институте точного машиностроения, считавшемся главной научной базой сухопутных войск, Авенир Новожилов оказался одним из немногих оставшихся специалистов по артиллерии. Ему поручили организовать артиллерийский отдел, который практически полностью состоял из выпускников ракетных факультетов. Когда учился, считал, что это вообще-то вчерашняя техника. Ну, я учился на машиностроительном факультете. Это, так сказать, люди мечтали о космосе тогда, уже 70-х год. Ну, а оказалось, что эта техника далеко не пещерная, и она развивается, она нужна и имеет большую перспективу. Вениамин Счастливцев вместе с Виктором Караковым станут самыми ближайшими сподвижниками Новожилов. Именно им предстояло создать оружие для ВДВ, аналогов которому в мире до сих пор нет. Но начиналось все с задания на разработку миномета, получившего название «Лилия». В конце 60-х резко обострились отношения СССР с Турцией и Ираном. В Закавказском военном округе в срочном порядке началось формирование егерских частей, специально обученных ведению горной войны. Миномет «Лилия» рассматривался как их основное артиллерийское оружие. В силу специфики он должен был иметь повышенное могущество, высокую точность и одновременно легкость для перевозки на вьючных животных. Ни одна из классических артиллерийских схем для решения подобной задачи не подходила. Делят этап разработки то ли образца вооружения, то ли реализации какой-то идеи на три этапа. Первый этап, когда говорят, что этого не может быть, потому что этого быть не может в принципе. Второй этап – это где-то я что-то слышал или в этом что-то есть. Ну и, наконец, третий этап – а что вы мне рассказываете, это все давно известно. Группа «Новожилова» упорно искала ключ к решению необычной задачи, но неожиданно нашла его у самых истоков нарезной артиллерии. Нарезная артиллерия начиналась с боеприпасов с готовыми нарезами. То есть это был удлиненный снаряд после того, как ядрами перестали стрелять, и на котором было два деревянных штыря, которые шли по нарезам стволей и создавали вращение снаряда. Снарядная артиллерия показалась «Новожилова» интересной. Вращение – один из самых эффективных способов, повышающих точность рыбы. Скольжение снаряда с нарезами происходит значительно легче, что позволяет использовать тонкостенные боеприпасы. А это в полтора раза увеличивает количество взрывчатого вещества. Первые же опыты показали их громадное преимущество. Но неожиданно возникла проблема с изготовлением нарезов. Идея использовать снаряды с готовыми нарезами, казалось, витала в воздухе, но всегда упиралась в сложнейшую технологию производства. Конструкторам Климовского института удалось решить и эту задачу. Они создали вот такую фрезу, которая позволяла делать нарезы у снарядов на обычном оборудовании. В результате огневая мощь и точность стрельбы нового орудия возросли сразу в несколько раз. В горных условиях доставка боеприпасов была делом крайне сложным. Поэтому военные выдвинули требования, чтобы Лилия могла стрелять любыми минами калибра 120 мм как отечественного, так и зарубежного производства. Группа Новожилова блестяще справилась и с этой задачей. В начале 1972 года все предварительные работы были выполнены. Но события в мире заставили надолго отложить создание нарезного миномета. 26 мая 1972 года в Кремле президент США Ричард Никсон поставил подпись на договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Но американцы не отказались от применения силы в решении своих геополитических задач и приступили к созданию сил быстрого реагирования. Не имея сети военных баз и мощного надводного флота, Советский Союз мог ответить только усилением своих воздушно-десантных войск. 20 декабря 1973 года. Вашингтон, округ Колумбия. Министру обороны США. Совершенно секретно. По решению советского правительства развернута перспективная научно-техническая программа по созданию комплекса боевых средств для воздушно-десантных войск. Специальное название программы «Купол». В рамках программы «Купол» на базе боевой машины десанта было разработано целое семейство бронетехников. Однако попытка создать десантное самоходное орудие «Фиалка» провалилась. «Фиалка» с орудием калибра 122 в 1974 году поступил в наш институт с Волгограда. Был выделен там самолет для доставки. И в общем-то мы показали командующим, что там не получалось калибра 122. Орудие мощное, тяжелое. Правительственное задание было под угрозой срыва. Тогда у Авенира Новожилова родилась неожиданная мысль. Использовать свой миномет «Лилия» для создания десантной самоходки. Потом он говорит, знаешь что, мы задумываем такую машину, я, говорит, ее еще не представляю. Но она должна была решать то, чего и сейчас еще не достигнуто в других организациях и за рубежом. Это машина, которая позволяла использовать боеприпасы на поле боя. Любые, французские, английские. Лишь бы калибр подходил. Лидия Новожилова была не только верной спутницей Авенира Гавриловича, но и инженером того же института и считалась высококвалифицированным специалистом. Многие даже считали, что миномет «Лилия» был назван в ее честь. Дома часто очень об этом говорили, но не о деталях, а о сути. Где были сложности, трудности, с кем он работал, как работал. Вот так это проходило красной нитью. И то есть получилось это тоже мои будни. И, конечно, я сопереживала. Через несколько дней на одном из совещаний Новожилов изложил свою идею командующему ВДВ Василию Маргелу. Тот согласился, но времени практически не дал. Макетный образец должен быть готов через год. Новожилов, будучи всего-навсего начальником отдела, приехал сюда и с дрожью в коленках отправился к директору объяснять, какую ответственную задачу он на себя взял. Но, к счастью, директор Виктор Максимович Сабельников сказал, ну так так и надо, будем делать. Один год для создания артиллерийской системы – фантастически короткий срок. Исправление в конструкцию миномета, который надо было превратить в самоходное артиллерийское орудие, шли практически параллельно с его испытанием. На испытаниях режим был такой. Где-то около семи подъем, завтрак и на испытания. Часов в восемь, в семь-восемь возвращались. Разбор полетов, большая книжка, куда все записывается, что плохо, что надо завтра сделать, что туда-то. Дальше протоколы испытаний тут же рисуются. В общем, где-то в час-два отбой, в семь опять подъем полуседьмого. Бешеный ритм работы, казалось, увенчался успехом. Все было готово к показу макетного образца Маргелову и руководству главного ракетно-артиллерийского управления. Но тут случилось чепут. За 14 часов до демонстрации орудия Виктору Каракову позвонили с полигона и сообщили, что в стволе взорвался реактивный двигатель снаряда. Мы шли на сабельника, тот сказал, цех в твоем распоряжении, делай что хочешь, но чтобы был показ. И вот мы здесь сделали различного рода инструменты с тем, чтобы утром часа в четыре мы выехали отсюда, приехали туда в шесть, там нас уже встретили. Ну и, в общем-то, к 11 часам мы восстановили машину и провели прекрасную демонстрацию этой машины. Неожиданно много споров возникло вокруг имени новой самоходки. Сначала предложили назвать орудие «ФОП», термин, означающий вид торговой сделки. Но Маргелов был категорически против. Тогда в ГРАУ подыскали другой шип, послушник. Но и это название командующему ВДВ не понравилось. В итоге принесли ему уж третий раз. Говорят, вот, Нонна нашли, ну, должно подойти. Ну, что ж, говорит, наверное, это хорошая будет девка. Сразу после показа вышло правительственное постановление о разработке самоходного артиллерийского орудия «Ноннат». Его создание было поручено ЦНИИ «Точмаш» совместно с Пермским машиностроительным заводом «Мотовилихо» и научно-производственным предприятием «Базальд». В 1976 году были собраны первые образцы новых машин и начались полигонные испытания орудия. По предложению Василия Маргелова, в них с первых дней участвовал экипаж десантника. Но это едва не привело к трагедии. Они все рвались стрелять из машины. Мы уже стреляли, дайте нам, и мы тут стрельнем. Но вот надо отдать должное руководителю испытания в геодезии, в Красноармейске. Она заявила, вы можете где угодно, считайте, женщина, где угодно стрелять из машины, но у нас здесь не положено стрелять из машины, поэтому вы туда не залезете. Руководитель испытаний оказался прав. Авария едва не поставила крест на науморозе. Башня самоходки была полностью уничтожена, и выяснение причин могло занять долгие месяцы. А Венера Гаврилович собрал у нас все стволы, которые мы имели от минометов, на то, чтобы провести экспериментально, показать, что характер разрыва, такой вот, какой получился у нас на орудии, может быть только при срабатывании взрывателя. Аргументы Новожилова оказались настолько убедительными, что с ними согласились сами разработчики боеприпасов и переделали взрыватель. Испытания орудия продолжились. Между тем, рядом с южной границей Советского Союза разворачивались драматические события. 16 марта 1979 года. Ленгли, штат Вирджиния, директору ЦРУ. Секретно. Армия Демократической Республики Афганистан деморализована. В Герати вспыхнул антиправительственный мятеж с участием военных. По нашим данным, президент Тараки обратился к Брежневу с просьбой ввести советские войска для подавления беспорядков. В 1979 году, накануне ввода советских войск в Афганистан, начались государственные испытания Нонны. Темп работ был не меньше, чем в военное время. И авиенер Новожилов очень переживал, как бы это ни отразилось на готовности машины. Когда отправляли Нонну на государственные испытания, он меня попросил, говорит, пойдем, подойдем к машине. Ты, говорит, ее богослови. И я это сделала с очень большой такой нежностью к этой машине и с большой надеждой. В 1981 году самоходное артиллерийское орудие Нона было принято на вооружение. Машина могла следовать за десантниками в воздухе, воде и на судах. Она обладала исключительной огневой мощью. По осколочно-фугасному действию боеприпас с готовыми нарезами не уступал обычным снарядам калибра 152 и 155 миллиметров. При этом орудие могло стрелять всеми видами 120-ти миллиметровых мин, в том числе иностранного производства. Первая партия машин была сразу же отправлена в Афганистан. Всех, кто имел дело с новым орудием, поражала его невероятная точность. Помню цифру, такую нам давали, если сонная работа, или как нас называли снюркой, за 300 метров. Можно от себя смело вызывать огонь, ну плюс-минус 50 метров, вас не доцепят. В феврале 1985 года бомбатальоном 350-го парашютно-десантного полка, в котором служил лейтенант Владимир Колыбабинский, было поручено прочесать одно из ущелья, где, по сведениям разведки, находились маджахеты. Поэтому батальон, который прочесал ущелье, открыл огонь из генитной установки. Видимо, там, хороший креплайон у нее был, там, в камнях, в горах, достать ее никак не могли. Естественно, можно, конечно, и на штурм пойти, и так далее, человеческие жертвы. Ну, естественно, вызывали артиллерию. Почти час в огневой точке работала тяжелая артиллерия и авиация. Но стоило подняться десантнику, как зенитка оживала вновь. На помощь выдвинули самоходное орудие НОН. Совершив марш по горным дорогам, батарея вышла на огневую позицию. Надо было просто одно точное попадание в центр. Вот, где-то минут сорок, по-моему, подтягивали ближе НОНы. Вот, и я бинокль наблюдал. Сделали еще два пристрелочных выстрела. И один залп. Все. Больше она не стреляла. В честь сорокалетия победы в Великой Отечественной войне НОНу впервые продемонстрировали на военном параде. Он стал последним масштабным показом советской военной техники. Только что избранный руководитель СССР Михаил Горбачев считал демонстрацию силы, противоречащей курсу на разоружение. 10 мая 1985 года. Арлингтон, округ Колумбия, Пентагон. Директору разведывательного управления Министерства обороны США. Секретно. Высылаем фотографии новых образцов техники, продемонстрированные на военном параде 9 мая в Советском Союзе. Заслуживает внимание новая арт-система для советских воздушно-десантных войск. Военные атташе Соединенных Штатов Америки в СССР. Западные специалисты довольно точно определили основные характеристики орудия. Но одна загадка не давала им покоя. На башне слева от орудия Ноны располагалась странная сферическая выпуклость. Что это? Локатор наведения новой конструкции или система навигации. На Западе для неизвестного русского устройства даже придумали название. Блистер. На самом деле в башне просто не хватило места для установки прицела. И поэтому конструкторы именно таким образом расширили ее пространство. В середине 80-х Новожилов, Караков и Счастливцев выдвинули идею создания 120-мм самоходного орудия повышенной дальности для сухопутных войск. Учитывая опыт создания Ноны, головным предприятием был сразу назначен Пермский завод Мотовилиха под научно-техническим руководством ЦНИИ «Точмаш». Разработка получила название «Вена». Еще не родившись, новому орудию пришлось выдержать бой за право на существование. А венир Новожилов терпеливо доказывал военным необходимость его создания. Он ходил с теми же бумагами, добивался того, чтобы их один чиновник подписал, другой чиновник подписал, третий. То есть это рутинная работа с чиновниками. Но довести работы по Вене до логического финала о вениру Новожилову было не суждено. В середине 90-х он тяжело заболел. Новожилов, как и большинство конструкторов оружия, редко попадал в объектив камер. И все-таки нам удалось отыскать любительскую съемку празднования 50-летия ЦНИ «Точмаш» в 1994 году, где ему вручили знак «Заслуженный конструктор». Несмотря на то, что он был луреат государственной премии, но для него самое главное был вот этот значок «Заслуженный конструктор». И когда ему вручали в нашей музыкальной школе, несмотря, уже ноги болели, он так быстро дошел до сцены и с таким вот необыкновенным ликованием воспринимал эту награду. Вот это мне запомнилось на всю жизнь. В 2004 году представлено на государственные испытания самоходное артиллерийское орудие «Вена». Последняя разработка семейства «Ноны». Конструкторами мотовилихинских заводов и специалистами ЦНИ «Точмаш» создана уникальная машина. Главная ее особенность в том, что она впервые полностью автоматизирована. В распоряжении экипажа появилась бортовая система наведения, топопривязки и навигации. «Это машина артиллерийская, которая знает свое местоположение, которая может определять координаты цели, которая может рассчитывать установки для стрельбы и которая может производить стрельбу. Причем стрельбу может производить в автоматическом режиме». «Вена» унаследовала все преимущества семейства орудий «Нона». Мощь снаряда, возможность стрельбы всеми видами обычных минут. Кроме этого, «Вена» может вести стрельбу лазерно управляемыми снарядами «Кидалок-2Л». Таких машин сейчас нет в России. На Западе по системе управления есть машины, но только по системе управления. А аналога такого у них нет, в который можно стрелять и минами, и снарядами, и кумулятивным, и «ВАСом». «Нету». «Орудие, стой!» «Нарез!» «Нарез осколочно-пуганный!» «Пристал 110!» «Коворот слева, 18!» «Огонь!» «Есть попадание!» «По своей огневой мощи и снайперской точности, «Вена» не имеет равных в мире, и поэтому заслуживает отдельного рассказа в рамках нашего документального цикла. Новые решения, найденные при ее создании, позволят модернизировать «Нону». После этого, по оценкам специалистов, огневые возможности батальонов возрастут почти в два раза, а Россия сохранит свое лидерство в области мобильной высокоточной артиллерии. Субтитры создавал DimaTorzok